Всем привет! Я сейчас нахожусь в Сербии, в городе Нови Сад. И сегодня мы с вами посмотрим, что из себя представляет этот город и куда здесь можно сходить. Я здесь уже не первый день и сразу можно отметить, что это город не про то, чтобы здесь смотреть достопримечательности. Ну, точнее, они есть, их можно посмотреть. Это город про то, чтобы ходить по нему, наслаждаться его атмосферой, потому что он очень интересный в плане того, что здесь много маленьких вот таких улочек. И не только маленьких, но и уютных. Здесь очень, скажем так, атмосферно. И вот здесь вот надо просто спокойно прогуливаться, ходить по различным улицам и наслаждаться вот этой вот атмосферой, чем я и собираюсь заняться в ближайшие дни. Сейчас я как раз-таки пройдусь по самым таким известным, самым популярным достопримечательностям этого города и расскажу немножечко о них, так что давайте поехали смотреть. Пошли! Ну и первое, скорее всего, через что вы будете проходить, это вот такой вот местный центральный рынок, потому что он находится при входе вот в этот вот центр, ну или при выходе, смотря с какой стороны вы идете, входите и выходите. Но если вы входите, к примеру, ну или выходите через вот этот вот рынок, то его тоже можно посмотреть, ну потому что рынок всегда отражает тоже город, его атмосферу. Так что вот такой вот здесь рынок, и его тоже можно посмотреть. Ну а мы заходим вот именно вот в тот вот центр, где находятся все достопримечательности, и там сейчас будет очень красиво. После того, как вы вышли с рынка, вы попадаете на небольшую такую площадь, на которой стоит памятник. И памятник это Петру Первому, но не нашему Петру Первому, который основал Петербург, это другой Петр Первый, король Петр Первый, и жил он где-то на 100-150 лет позже нашего Петра. Вот, но... То есть это не из русской истории, это вот именно про местную историю, про историю Сербии, и что с ней было. И что было вот на вот этих вот землях в те времена, и вот здесь стоит памятник Петру Первому, ну вот одноименцы, скажем так. То есть это не наш Петр Первый. Ну и как раз-таки отсюда, вот с этой площади и начинается, ну или заканчивается, опять же, смотря с какой стороны вы входите-выходите, вот это вот красивое пространство центра, которое в очень многих местах пешеходное, что добавляет еще больше такого красоты и атмосферности. Вот, и как раз-таки где сосредоточены все достопримечательности, так что давайте погружаемся в эту красоту и смотрим, что здесь можно посмотреть. Ну а первое, что мне встретилось на пути, это вот такое вот здание в итальянском стиле, и это Владичанский двор, ну или дворец епископа. Это одно вот из таких вот красивых зданий и необычных, потому что немножечко не вписывается вот в эту вот атмосферу Нови Сада, потому что оно немножечко в другом стиле построено, в итальянском, но тем не менее оно очень красиво дополняет вот это вот пешеходное пространство, которое вот здесь вот, и смотрится, особенно когда светит солнце, очень красиво, и вот его стоит посмотреть, может быть даже сфотографироваться с ним, потому что, ну, действительно красиво. И вот здесь вот, кстати, уже чувствуется вот эта вот атмосфера, про которую я говорил в начале, вот это вот спокойствие, умиротворение, ну, не совсем может быть даже умиротворение, но вот это вот спокойные прогулки, когда все прогуливаются, не спеша смотрят вокруг, а вокруг много различных кафешек, в которых тоже можно спокойно посидеть, поговорить, полюбоваться видами, вот эта вот не совсем спешность, скажем так, в общем, вот такое вот спокойствие, умиротворение, и тем не менее городская вот такая вот среда, и вот эта вот атмосфера в этом городе, в Нови Саде, она есть, особенно она чувствуется в центре, так что вот ради нее надо сюда приезжать в первую очередь. Ну и здесь же сразу же за углом, то есть вот угол бог вот этого здания, дворца епископа, вот здесь вот сразу же есть следующая достопримечательность, это собор Святого Георгия, вот так вот она выглядит, и чем-то напоминает, если кто-то смотрел мои видео из Белграда, там тоже была похожая церковь, но я тогда не показывал, что внутри, а в эту я хочу именно на видео показать, что там внутри, потому что внутри тоже очень красиво, но пойдемте обойдем эту церковь, этот собор, и посмотрим ее с разных сторон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а мы сейчас идем дальше, и вот по таким уютным улочкам ищем следующую достопримечательность. К тому же здесь все рядом, поэтому идти нам здесь недолго, но зато можно пройтись не спеша, потому что надо насладиться вот этой вот атмосферой небольшого городка вот такого, хотя город не совсем уж и такой маленький, но атмосфера создается именно такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы выходим из маленьких переулков и попадаем на площадь, и здесь следующее место, которое нужно посмотреть, это собор Девы Марии. Это католический храм, и сразу-то возникает вопрос, а как так? Вроде бы православная Сербия, и вдруг в центре, и достаточно давно здесь вот стоит такой вот католический большой собор. Как же так? Так, на самом деле вот этот город Нови Сад, здесь очень много смешения различных культур, здесь даже, можно сказать, из местных вот таких вот официальных языков, здесь целых пять языков, то есть не только сербский язык, здесь признан как официальный вот в этом вот округе, в этом вот регионе, рядом с Нови Садом, здесь целых пять языков. А также очень много различных тоже культур, здесь много кто разговаривает на разных языках, смешения различных культур, и здесь нет, и не было вот в последнее время каких-то вот притеснений разных культур, здесь очень много чего намешано, из Европы, из Азии, из разных регионов Европы, разные стили, ну вот что говорить, только что мы проходили мимо здания в итальянском стиле, и как бы все нормально, в атмосферу города все это вписывается, так что и вот этот вот храм, вот эта вот церковь, этот собор тоже спокойно вписался. И вообще, мне кажется, если не поднимать и не спорить на темы, две темы, политика и религия, то в принципе можно найти общий язык практически со всеми, и вот, но висад тому доказательства, здесь очень много различных культур, и все спокойно так, и красиво, и все счастливы, и вот такая вот здесь вот красота, так что, мне кажется, это очень интересный в этом плане, в плане культуры город. И, кстати, здесь можно отметить то, что Новий сад даже получал титул культурной столицы Европы, так что не просто так здесь это все сделано, то есть даже Европейский союз это отмечает, что здесь вот такое вот очень красивое место, и вы дали титул такой культурной столицы Европы. А с другой стороны площади, площадь, кстати, называется Площадь Свободы, то есть мы находимся на Площади Свободы сейчас, стоит городская ратуша, тоже как местная достопримечательность, тоже ее можно посмотреть, потому что тоже красивое очень задание. Ну и вообще здесь площадь очень такая атмосферная, много чего здесь можно посмотреть, так что вот здесь вот очень интересно эта площадь обязательно как к посещению, если вы смотрите туристические места, хотя, наверное, вы ее не пропустите, потому что все туристические места рядом, вокруг, вот здесь. В общем, красота здесь неимоверная, очень красивая площадь, ну и в том числе за счет вот этого собора, вот этой вот церкви, она прям очень хорошо дополняет все вот эти вот здания, в такой кульминации выступает. Вот, ну и здесь мы делаем еще несколько шагов, чтобы перейти к следующей достопримечательности, можно так сказать, переходим из дворика в дворик, с площади на другую площадь, буквально тут несколько шагов, и мы попадаем к зданию Национального театра, которое тоже красиво и тоже может выступать как достопримечательностью, тоже его можно посмотреть, потому что здесь красивое пространство, ну в общем, давайте смотреть. И так, ну вот, вот это вот здание, и сейчас расскажу в том числе, почему, может быть, я захотел акцентировать на этом внимание, сразу извиняюсь перед сербами, которые могут смотреть мое видео, но неподготовленный турист вот здесь вот может прочитать то, что это не Национальный театр Сербии и так далее, а то, что это сербское народное позорище. Сразу прошу прощения, но по-русски это первая ассоциация, это вот такая вот, так что, ну вот такое вот, может быть, языковое небольшое недопонимание, но сразу прошу прощения перед сербами за вот эту вот такую вот шутку. Но если вы здесь устали от всяких уличных кафешек, правда не знаю, как от этого можно устать, вот здесь вот есть, скажем так, немножечко другое, более новое, современное вот такое пространство, где можно отдохнуть, в том числе вот здесь вот фонтанчики такие есть, небольшие земли. Здесь можно хорошо провести время. Ну и в принципе здесь вот такие вот просторы, хорошие виды. Здесь приятно находиться, приятно отдыхать, так что вот можно сходить к Национальному театру сюда. Ну а сразу же здесь, перейдя дорогу, мы попадаем в такую вот тенистую, красивую аллею и идем несколько шагов до следующей достопримечательности. И эта достопримечательность тоже связана с многокультурностью Нови Сада. Это городская синагога. Вот она вот тут. Очень такое запоминающееся место, особенно потому, что, наверное, вот здесь вот такие вот деревья, которые тоже создают атмосферу. И здесь не просто два дерева, а вся аллея, вся улица в этих деревьях. И вот на вот этой вот улице стоит вот эта вот синагога, которая очень хорошо сюда вписывается. И вот такое вот, не знаю, немножечко, может быть, такого мистического чего-то добавляет. В общем, тоже стоит посетить, посмотреть. Следующая достопримечательность, которая стоит немножечко в стороне от других, это Алмашская церковь вот с такой вот красивой башенкой. Существует легенда, как вообще появилась эта церковь. И вот по вот этой вот легенде местные жители, когда копали вот здесь вот колодец давным-давно, они откопали икону и решили на этом месте соорудить, построить небольшую церковь или часовенку. И сделали ее из веток, камыша. И в итоге она вот так вот стояла, город рос, рос, рос. И в итоге ее решили старую разобрать и построить новую каменную. но в итоге здесь происходили различные завоевания, небольшие такие революции, можно так сказать. И церковь, она разрушалась, и поэтому ее не раз перестраивали. И вот сейчас вот она вот в таком вот виде, то есть это не исходный, не оригинальный ее вид, а уже приобретенный со временем. Следующее место это Дунайский парк. Ну и прямо при входе в него для любителей музеев есть музей. Здесь представлены различные экспонаты про историю Сербии, вот этих вот земель, в том числе историю Нови Сада. Как говорится в описании к музею здесь очень много различных экспонатов, древних раскопок и каких-то артефактов про историю Сербии. Также здесь вот на вывесках висит то, что это европейский, Нови Сад это европейская культурная столица 2022. Везде, видимо, они действительно этим гордятся. Ну а мы идем в сам Дунайский парк. Дунайский парк это отличное место, чтобы провести время на природе, но тем не менее не выходить из города. Сейчас, кстати, часть его вот так вот закрыта заборчиком, потому что там ремонт происходит, дорожки новые кладут, плитку, клумбочки облагораживают. Так что сейчас, в этом году, не все доступно, но я думаю, дальше будет только лучше, его откроют, и он будет красивый. И здесь действительно не просто парк, это действительно красиво. Сейчас покажу, почему. Территория парка очень хорошо облагорожена, здесь приятно находиться. Это действительно одно из мест, которые нужно посетить в Нови Саде, потому что это не просто парк, а действительно ты попадаешь в такую вот атмосферу, которая дополняет вот ту атмосферу, которой славится вот этот вот город, Нови Сад. Так что Дунайский парк это отличное место не только для туристов, но и для местных жителей. Так что тоже советую сюда зайти. Дунайский парк Дунайский парк Дунайский парк И это еще не все достопримечательности, которые нужно посмотреть вот такому туристу, который же решил заехать в Нови Сад ради достопримечательностей. Есть еще крепость в Нови Саде, но про которую я хочу сделать отдельное видео, так что можете его тоже посмотреть, поставить лайк, написать комментарий какой-нибудь, то, что мне будет приятно, и я буду делать больше таких вот видео интересных. Но еще раз могу повториться то, что Нови Сад надо смотреть, гулять по нему и чувствовать его атмосферу. И я буду делать такие видео, так что можете их тоже посмотреть на моем канале. Но от тебя могу сказать то, что мне Нови Сад очень-очень-очень понравился. Ну и если вам тоже то смотрите в следующем видео и если сейчас мы смотрели достопримечательности то в следующем видео мы пойдем на большую прогулку по городу чтобы прочувствовать атмосферу нови сада